Всем привет, друзья! Баночку, баночку, на месте, на месте! Сегодня у нас выпуск, оценка атлетов из ТикТока. Вам нравится эта рубрика, и поэтому вот она, вот она, все для вас, ребятушки. И самое важное, ребятушки, сегодня у нас действует последний день скидок на сайте bistesthetics.com. 50% скидки на все программы тренировок и питания. По ссылочке залетаешь в описании и выбираешь любую для себя программку. К лету нужно прям накачаться, накачаться, пацаны. Теперь точно начинаем, поехали! Итак, друзья, первый атлет у нас это дед, ему, наверное, лет 75, он бешено огромный. Давайте разберемся, на фарме он или нет. Don't be a little fucking bitch. Make results not excuses. Да чтоб вы понимали, он просто выглядит как огромная горилла, блин. Ну как думаете, сколько ему лет? Мне кажется, лет 75, может быть, 72. Тут сразу же скажу, да, естественно, он на фармакологии, колет он очень много, большие объемы. Потому что очень внушительная мышечная масса, и чтоб такую иметь, надо, ну прям, быть химическим заводом. Не просто сидеть на гормонозамещающей терапии, как это делают многие взрослые, да, мужики, потому что, ну, это реально полезная гормонозамещающая терапия. А тут чувак прям в себя вдалбливает заводы химические, поняли? И не только химию, ребята, обратите внимание, что он еще может долбить. Он однозначно просто огромный, выглядит сурово, массивно, мощно. Но прикол в том, что у него в трапециях синтола столько, что это кобзда, видите, они просто стоят вот так, как горы у него. У него в плечах синтол, короче, он по большей степени засинтоленный. То есть, большие объемы фарма и плюс синтол, и вот такая вот машина. Такой вот Халк 75-летний получился у нас. Он, несмотря на милое личико, Халк, как личико. Хотел сказать, что несмотря на то, что он на фарме, да, у него генетика сама по себе тоже неплохая. У него мезоморфная генетика. Я сейчас просто по костяку смотрю, обратите внимание на запястье. Мне кажется, у него минимум запястья сантиметров 19-20. По костям он, скорее всего, мезоморфный, да. На фарме там уже пофиг, мезоморф, либо кто вообще по барабану. Но чисто для вас, для интереса, да, по костяку он, естественно, мезоморфный, потому что запястья у него точно не эктоморфные. Но, как мы знаем, по одному костяку невозможно определить тип телосложения, потому что, ну, есть огромное количество факторов. Это я просто для вас, для информации. В данном случае вообще по барабану, потому что он на фарме сидит, и эта форма как бы, ну, ненатуральная, это 100%. В таком возрасте вы даже близко такую форму в натураху не сделаете никогда. Поэтому можете не мечтать, что вы в 75 лет так будете выглядеть. Я предлагаю переходить к следующему атлету. Следующий атлет у нас Тарас Тычинский. Многие из вас рекомендовали его, и поэтому по вашим рекомендациям давайте сделаем обзорчик. Ну, выглядит он просто охрененно на самом деле. Пропорциональный, все четко, сухость неплохая, мышечная масса хорошая. Я бы поставил 10 из 10 вот прям ему. Теперь давайте разберемся, натурал он или на химии занимается. А для этого посмотрим еще один видосик. Чисто теоретически, ребятки, вот такую форму можно сделать в натураху, но с хорошей генетикой. Опять же, судя по костяку, он мезоморфный, да, у него довольно-таки толстые запястья, толстые кости. У него широкий плечевой пояс, то есть он скорее всего мезоморф. Такую форму сделать мезоморфу в натураху возможно. Ну и здесь как бы, да, вначале мы видим, что у него есть свойство заплывать. В принципе, он может хорошо сушиться. Но лично в этом случае очень сложно сказать, на фарме он это делает, либо в натурах. Я прям промотаю вниз-вниз-вниз и посмотрю, блин, старые видосы, как он выглядел раньше. Топ-3 упражнения на спину. Короче, он уже в 2019 году был гребаной машиной. И по факту у него уже три года вот такая форма. Не знаю. На самом деле в этом случае очень сложно сказать, на фарме он либо в натураху. При очень хорошей мезоморфной генетике такую форму можно сделать в натураху, еще раз повторюсь. Но есть подозрение, что он что-то подкалывает. Потому что выглядит он уж слишком так наполненно, знаете, шарообразно, виноградно. А натуралы в основном покатые, у них плечи не так сильно раздутые. Я думаю, есть вероятность, что он что-то подкалывает. Написано 12 лет натуральных тренировок. Может быть он просто гормон роста считает не как стероид и подкалывает его. Тогда он натурал, да, если не считать гормон роста стероидом. Но, блин, ребят, сложно сказать, сложно. Давайте сделаем вывод, что здесь 50 на 50 подкалывает, либо натурал. Я не могу определиться. Но теоретически такую форму можно сделать в натураху. Опять же, обладая охеревшей генетикой. Если это так, если он натураху реально занимается, то я могу только похлопать. Но это знает только он, ребята. Только он. Все мы знаем, что фитнес-блогеры вчесывают своим подписчикам, что они натуралы. Но на самом деле химичат. Почему? Потому что это выгодно. Потому что будут продаваться больше программы тренировок и так далее. Соответственно, чем лучше ты выглядишь, тем больше думают подписчики, что станут такими же, как этот атлет. Ни хера подобного. Расстрою я вас, да. Мне многие пишут, ты антимотиватор, блин. Ну, я как бы и не считаю себя каким-то великим мотиватором. Я говорю по факту. Супер генетика, вот допустим, если он в натураху занимается, вот он в натураху накачался. Вот такая генетика дана, блин, ну очень-очень малому количеству мужиков. И чтобы накачаться, как он, с плохой генетикой, ну это хрен знает, что надо сделать. Даже с фармой вы такую форму не сделаете. Поэтому, если вы думаете, что вы будете выглядеть, как какой-то из фитнес-блогеров, за которым вы наблюдаете, да, то вообще не факт, ребята. Вообще не факт. И приобретя его программу тренировок, это вообще не означает, что вы будете выглядеть, как он. У каждого свой генетический потенциал, и каждый из вас будет выглядеть вот на свой максимум. Не на его максимум, а на свой максимум. А он у каждого разный. Поэтому никогда не ориентируйтесь на человека, который добился вот такой формы. Ему эту форму намного легче достичь, допустим, чем человеку с плохой генетикой. Поэтому условно того, чего добился он за год, вы добьетесь за 6 лет. И то не факт, и то не факт. У каждого свой генетический предел. Я к тому, что его программа тренировок, допустим, на нем работает хорошо, а на вас будет работать плохо, потому что тупо из-за генетики. И то больше скажу. У атлета, у которых херовая генетика, и они сделали хорошую форму со своей херовой генетикой, нужно ориентироваться на них. Потому что вот такие атлеты, у которых все дается легко, у которых масса хорошо набирается, которые хорошо... Что я хотел сказать? Сушатся хорошо с этой массой. На них, ну, сложно ориентироваться, потому что у вас далеко так не будет. Если уж человек, который с плохой генетикой сделал хорошую форму, то у вас, если, допустим, лучше генетика, чем у этого человека, то вы намного лучше форму сделаете, чем у этого человека. Короче, надеюсь, объяснил понятно. Переходим к следующему. Опять же, по вашей рекомендации, Жека Мотивейшн. Как я понял, пацан занимается воркаутом, да, калистеникой, либо что-то типа того. Ну, блин, по плотности он такой прям нормальный, жилистый, венистый, сеченый. Давайте еще посмотрим видосик. Вот этот челик точно занимается в натураху. Очень просто, да, у него небольшой вес, там в районе 70 килограмм, может 73 где-нибудь, я не могу точно сказать. Сухость для такого веса, в принципе, оптимальная, нормальная. И так можно выглядеть в натураху, вот 100%. По типу телосложения, мне кажется, он эктомезоморфный, какая-то вот такая некая смесь. И обратите внимание, да, у него хорошие плечи, и вот даже эктомезоморфный чувачок выглядит с хорошими плечами прям хорошо, внушительно, даже с небольшой массой. Эх, мне б хорошие плечи, ребятки. Короче, мой вердикт, я думаю, он занимается в натураху, форма хорошая для такого веса и роста, поэтому молодец, пушка. А мы переходим к следующему. Да, тут очень странный видосик, давайте посмотрим, это врач какой-то, либо кто-то, не знаю. Почему это принципиально разные вещи? Спорт это всегда перегрузка, да, а физкультура это нагрузка. Так вот, физкультура это как раз вот эта подпороговая нагрузка, это то, что улучшает возможности тела. А спорт это перегрузка, всегда перегрузка, то, что разрушает возможности тела. Так, 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 стоп. Спорт разрушает возможности тела, а физкультура, да, физкультура это то, что вот это руками махать, это улучшает возможности тела. Интересно, а что улучшает мои возможности тела, когда я просто машу руками, да, и делаю вот такие вот движения, что это улучшает? А если сравнить с подтягиваниями, да, я сегодня делал 5 подтягиваний, а через 3 года делаю 50 подтягиваний. Это разве разрушает мое тело? Мне кажется, как раз это улучшает возможности моего тела. Поэтому спорт это тоже хорошо, но если мы говорим о профессиональном спорте, в котором вот, да, долбят там по 7 часов в зале тренируются и так далее, я не знаю, футболисты просто сутками занимаются, тренируются, это естественно убивает ваше тело. Но если в меру заниматься, аккуратно заниматься, если заниматься соблюдая технику, тогда, блин, это вообще полезно. Потому что как раз таки вот такой спорт, который не ограничит с какими-то травмами и так далее, это будет полезно для вашего тела, это будет улучшать ваши возможности тела. То есть вы будете больше подтягиваться, больше приседать, больше делать жим лежа и так далее. Физкультура по факту, что она дает? Вот, ну блин, ну ладно, там разогрейте связочки, может быть, не знаю, мышцы потянете. Это тоже, конечно, полезно, да? Но это не разобьет ваши физические способности, возможности. Вот в чем отличие. И практика показывает, что те, кто занимается физкультурой, они всю жизнь живут молодыми и здоровыми. А те, кто занимается спортом, они пока занимаются спортом, у них все хорошо. Почему? Потому что мышцы, которые постоянно нагружаются, они продолжают работать. И как только спортсмен, не дай бог, перестал заниматься спортом, все, 2-3 года, и он становится, ну в лучшем случае, инвалидом, а то и вообще помирает. Блин, ну по факту он прав, да? Физкультура это, ну типа на века, это полезно, как бы, да? Разминочка это всегда классно, чтобы у вас не закислялось ничего нигде, чтобы суставы не ржавели. Ну вы поняли, да, смысл? А спорт, да, если вы занимаетесь серьезными физическими нагрузками, то ваш организм привыкает. И потом, если вы резко бросите спорт, то могут начаться проблемы с сердцем и так далее. Это да, это реальная тема. Но то, что он сказал, типа инвалидом стать, либо вообще умереть, ну это дичь. А кто умирает-то? Вы знаете одного человека, который, блин, перестал заниматься спортом и умер нафиг от того, что перестал заниматься спортом? Я не знаю. Проблемы со здоровьем могут быть, это правда. То есть, ваш организм привыкает к нагрузкам, ваше сердце привыкает к нагрузкам и так далее. То есть, ну, это как ломка, понимаете? Будет ломать, ломать, блин, а потом тупо что-то, ну, сердце может начать барахлить, там, тахикардия, аритмия может начаться, что угодно, давление там херачить, может низкое быть, может быть большое и так далее. Это возможно, да. Но чтобы инвалидом стать, когда ты забросил тренировки, ну, блин, не знаю, ребята, это сложно, это сложно, конечно. Я такого на своем веку не встречал, чтобы человек, который перестал заниматься спортом, с кровати встать не мог, либо, не знаю, там. Не, естественно, бывают, конечно, нехорошие последствия после остановки спортивной деятельности, но чтобы умереть, блин, ну, это надо прям постараться. Я не знаю, чем это надо было заниматься, чтобы умереть, когда ты закончил заниматься спортом. Следующий атлет у нас тоже, Григорий Кулак. Блин, нормально, у него 9,2 миллиона подписчиков, я его вообще в жизни не видел, ну, просто вот что значит быть тиктокером, да, у тебя могут быть миллионы подписчиков, тебя никто не знает, ну, блин, это жесть. Я в фитнес-индустрии сколько лет, да, и я не знаю его, ну, типа, как это возможно? Я знаю всех на ютубе, да, вот известных ютуберов, тиктокеров, вообще не знаю, кто они такие. Давайте посмотрим, натурал либо химик. Первый раз его вижу. Форма вполне натуральная, ребятки, то есть он даже немного заплывший, нет какого-то пампа, блин, что-то я заикаюсь уже, не напампленный, то есть не шарообразный, химиком свойственна форма, когда у них реально мышцы такие, знаете, напампят постоянно, то есть они даже когда не тренируются, они ходят такие постоянно напампленные, венозные, потому что мышцы наливаются. Здесь мы видим, что у пацана вполне обычная форма, натуральная, я уверен, что он занимается в натурапах. По телосложению он мезоморфный, обратите внимание на суставы, да, у него большие суставы, довольно-таки толстые кости, он имеет свойство заплывать жиром, да. Но эктоморфы просто так не выглядят, ребятки, поэтому он больше мезоморфный, и за счет этого у него такая массивная крупная форма. Обратите внимание, что у него довольно-таки толстые кости, да, около 18 сантиметров, мне кажется, суставы огромные на ногах, то есть ноги мощные, поэтому да, я уверен, что он мезоморфный. Возможно, какая-то смесь, конечно, но больше мезоморфный. С такой генетикой, конечно же, можно сделать такую форму, он еще просушится, вообще пушка будет, но занимается в натурапах. А мы переходим к следующему. Какой-то парень Тед Волли, я не знаю, Тед Волл, я не знаю, как это читается, 465 тысяч подписчиков, первый раз тоже вижу, блин, кто они такие все. Давайте посмотрим. Да, даже в майке видно, что ты, блин, нормальный крупный, блин. Блин, ну нормальная, нормальная рама такая, неплохая. Тоже какая-то смесь экто-мезоморфа. Парень довольно-таки коренастый, широкий плечевой пояс. Кости, ну я бы не сказал, что прям толстый, может, около 17-17 с половиной сантиметров. Я думаю, он хорошо набирает массу, да, если он кушает много, то он будет набирать, естественно. И вполне вероятно, что он хорошо сушится. Поэтому, как я понял, он занимается пауэрлифтингом, да? Не, красава, красава. Далеко не генетический монстр, обычная форма, экто-мезоморфный. Занимается в натураху, мне кажется. Ничего особого в его форме нет вообще. Такую форму может сделать абсолютно каждый. А мы переходим к следующему. Рогалик, 276 тысяч. Блин, просто вообще ни одного чувака не знаю. Ну давайте смотреть. Не, выглядит хорошо, форма хорошая, довольно-таки сухой. Масса небольшая, конечно, но, блин, чтобы девчонок цеплять, этого вполне достаточно. Давайте еще посмотрим. Я не совсем понял, кто он по типу телосложения, потому что на весь кадр, блин, тело. Поэтому надо немножко подальше. Ну, судя по телосложению, мне кажется, он больше мезоморфный. То есть, экто-мезоморф, эктоморф где-нибудь, не знаю, процентов на 20, на 80 мезоморф. То есть, больше мезоморфный. Коренастый, плотный, широкий плечевой пояс, довольно-таки толстые кости, костяк такой мощный. Поэтому, я думаю, он больше мезоморф. Хорошо может набирать, в любом случае, я уверен. Хорошо может сушиться. Поэтому, блин, телосложение хорошее, форма хорошая. Пацан молодец. Думаю, занимается в натураху. Ничего тоже особенного, суперкрутого тут нет. Поэтому форма натуральная. При таком типе телосложения, такую форму легко сделать в натураху. Переходим к следующему. Какой-то кес-кэ. Тоже первый раз вижу. Давайте посмотрим, кто такой. Обратите внимание на костяк, да. Писец, какие толстые запястья. Тут 100% мезоморфный пацан. Но при этом у него охеревшая сухость. Вот так, ребятки, выглядит прям чистый-чистый мезоморф. Охеревшая форма. Прям 10 из 10 ставлю. Сухость крутая. Очень крутая форма. Хорошая масса. Сухость. Прям пушка. Я думаю, при его генетике, чисто мезоморфной, можно такую форму сделать в натураху. Я думаю, ребятки, он занимается в натураху. Он чистый мезоморф. Такой реально. Такая генетика дана далеко не каждому. Это прям единицы-единицы. Это суперкрутая генетика. И, собственно, что имеем, то имеем. Форма топ. Ну прям. Блин, будет обидно, конечно, если он подфармливает. И если я не прав, чувак, если ты смотришь, напиши вот честно от души, напиши в комментариях. В натураху ты занимаешься. Либо на фарме. Я просто предполагаю. Я же не какой-то там анализатор. Да? Я твои анализы не вижу и так далее. Но будет очень круто, если ты в комментариях напишешь. По совести, да? За слово пацана ответишь, да? Что ты натурал. Тогда будет очень круто. Но я верю, что ты натурал. Форма пушка. Генетика хорошая. Вот и все, друзья. Атлеты у нас закончились. Если вы хотите еще таких выпусков, обязательно напишите в комментариях своих атлетов из ТикТока. Которых вы бы хотели, чтобы я разобрал. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Лайков навалите прям по-царски много, да? Чтоб я видел, что вам заходит такая рубрика. И не забывайте, что на bistaesthetics.com вы можете найти охеревшие программы тренировок со скидкой 50% на все программы. По ссылочке в описании. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока!